Мы уже переместились дальше от Витланда. В общем, если вам понравился репортаж про Витланду, приезжайте, посещайте. Очень хорошее место, атмосферное. Карта следующая. Это у нас замок Лохштетт. Орденский замок. В 60-е годы здесь искали янтарную комнату. И на самом деле в январе 45-го года, возможно, она или часть янтарной комнаты была как раз таки транспортирована, отвезена в Лохштеттский замок. Поиски в 60-х годах были неудачными, ничего не нашли. Замок Лохштетт был резиденцией Бернштейнмайстера, то есть янтарного управляющего в 16-м веке. Да, окей. То есть, а, в этом замке он... Да, здесь находилось янтарное ведомство палаты и суд, которым подчинялось управление всеми запасами янтаря на Самбии. Земля Самбия славилась янтарем, и вот давайте попробуем дойти до руин замка. В замке Лохштетт находилась с 14-го века, не с 16-го, а с 14-го века находилась янтарная палата, где был главный управляющий по янтарю. И, в общем, туда сдавался весь янтарь, который ловился на побережье Балтийского моря. И далее весь янтарь направлялся в Кёнигсберг, к начальнику... Какое-то странное слово, не помню. К начальнику тефтонского ордена, дальше он распределялся по торговым путям, и направлялся в Данцик или Брюге. Ну, и дальше, соответственно, к месту назначения. Да, то есть здесь проходил янтарный путь. Вот как раз-таки с района Витланда там добывался, в этом районе, и потом переправлялся сначала сюда, а здесь резиденция янтарная, так сказать. И отсюда уже распределяли все залежи янтаря, куда-то дальше продавали или меняли на что-то. А что интересно, что люди, когда они ловили янтарь, то есть они обязаны были его сдавать. И меняли янтарь равному количеству соли, то есть солька и янтарь использовались вместо денег. Угу, интересно. Я вот это упустил. Буквально, я не знаю, ну, 200 метров, и мы прямо у Балтийского залива. Ещё мы здесь не были. Вот сейчас открываю для вас новые красоты Калининградской области. Выходим мы, конечно же, на железку. Железка ведёт из Калининграда в Балтийск. А где же у нас замок-то, ребята? Где замок? Давайте выйдем на железку и посмотрим. Мне кажется, что за железкой должен быть замок. И как вы думаете, где замок был? Я чего-то его не вижу. Ну, его так-то и нет. Ой, осторожно, тут надо быть. Вот такие красоты Балтийского залива. Как здесь тихо, да? Какие волны были на этом море Балтийском. И вот здесь, смотрите, даже сделали, чтобы берег не обрушался вот такое сооружение. Кстати, прикольно сделано для тех, кто ездит из Соснового Бора в Петербург. Всем прекрасно известно, что там идёт обрушение берега. Там даже начали как бы строить дорогу, отводить её от берега залива, чтобы она не подмылась в какой-то прекрасный день. И, соответственно, вот здесь вот, хоть и поезда не так часто ходят, ну вот тут 20 метров до железки. И, в общем, это самое вот сделали такое укрепление берега. И оно достаточно длинное. Очень интересное решение. Дебри. Короче, замок Лахштейдт канул в лету. Зря пробирались. Зря пробирались, ничего нет. На фотках так красиво, мостик старый. Сейчас ничего нет. Всё. Вот это вот всё, что осталось от этого замка. И здесь, возможно, когда-то была спрятана янтарная комната. А может и не была. Заложенный в 13 веке замок недалеко от Пилау мог выполнять и роль крепости. Но из-за близости к фортификационным укреплениям Пилау замок Лахштейдт не раз разбирался на строительные материалы для возведения укреплений. При нацистах в 37 году на территории замка проводились раскопки и реставрация замка. В восстановленных залах расположился Краеведческий музей Замланда. Начавшаяся в 1939 году война остановила финансирование начатых работ. 22 апреля 1945 года опорный пункт Лахштейдт был взят войсками 8-го стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии. После войны оставшиеся полуразрушенные сооружения были разобраны на строительные материалы. И, видимо, часть их использовалась для строительства зданий военного городка, дислоцирующиеся неподалеку воинской части. В конце 1989 года перед распадом Советского Союза немецкий журнал Spiegel, появившийся из ниоткуда сразу после войны, неожиданно выделил деньги на поиски интерной комнаты в Лахштейде. В 1990 году начались работы, в результате которых тяжелой строительной техникой были практически полностью уничтожены подвалы замка. В общем, короче, не нашли мы этот замок Лахштейдт, только рисковали своим здоровьем. Очень крутые спуски мостика, который на фотографиях в интернете так и не нашли. Давайте выбираться из этого леса уже и там уже осматривать одежду. Да уж, не советую я вам сюда залазить. Ну, если вы экстремал, то, конечно, приезжайте, попробуйте сами найти этот мостик. В общем, я не ожидал такого запустения. Короче, замок канул в лето, больше его нету. Вот как и янтарная комната, к сожалению. Которая, между прочим, сегодня оценивается 150 миллионов долларов. К сожалению, все в долларах исчисляется. Вот, господа, когда-то вы смотрели репортаж про западный форт. Это вот на том берегу, такая красивая панорама здесь. Если еще не смотрели этот репортаж, то ссылка в описании.